9 августа 1943 года бронебойщик, старший сержант Иван Лысенко, вступил в единоборство с 15 немецкими танками и вышел из него победителем. За этот подвиг ему присвоили звание Герой Советского Союза, но узнает он об этом только в 1983 году, пройдя испытания штрафбатом и лагерными пунктами ГУЛАГа в Комипермятском автономном округе. Когда он узнал о награде, у него случился инсульт. Героический подвиг Иван Тимофеевич Лысенко совершил в августе 1943 года в боях на территории Сумской области. 147-я стрелковая дивизия получила задачу захватить плацдарм на западном берегу реки Ворскла. 8 августа после упорных боев наши подразделения устремились вперед, преследуя разрозненные вражеские части вдоль реки. 600-й стрелковый полк этой дивизии, в котором воевал старший сержант Иван Лысенко, вышел на рубеж Кириковка Старая Рябина, где встретил сильное сопротивление частей моторизированной дивизии СС Великая Германия. Трое суток не прекращались ожесточенные бои. Вражеские контратаки следовали одна за другой, особенно опасны были действия танков противника. Немцы любой ценой пытались вернуть Кириковку, в которой ими было оставлено много всевозможной техники, склады боеприпасов, даже танки на железнодорожных платформах и большой лагерь русских военнопленных. В боях за Кириковку и прославился истребитель танков, помощник командира взвода противотанковых ружей 2-го стрелкового батальона, старший сержант Иван Лысенко. Будучи вооружен противотанковым ружьем и гранатами, принял 9 августа бой с 15 немецкими танками. Отлично подготовленный боец хорошо знал их уязвимые места и с первых же выстрелов подбил две машины. Но остальные танки приближались, и в третий танк пришлось бить с близкого расстояния, в результате чего танк разорвало изнутри и взрывом боекомплекта бронебойщика контузило, а ПТРД было повреждено осколком танковой брони. Когда бронебойщик очнулся, к нему уже подползал еще один танк, стремящийся его раздавить. Единственным спасением было взобраться на наползающий танк, что Лысенко не замедлил проделать. Танк завертелся на месте, желая сбросить непрошенного седока, а потом рванулся назад. Когда танк переползал через окоп, в котором еще недавно сидели бронебойщики, Лысенко увидел убитого солдата, сожжатый в руке обоймой, и рядом с ним ПТРС. В тот же миг Лысенко спрыгнул на дно окопа, схватил свою находку и выстрелил несколько раз вдогонку немцу. Дело в том, что, в отличие от ПТРД, ПТРС имела пачечное заряжание. При заряжании затвор отводился назад, крышка магазинной коробки открывалась, и снизу вставлялась пачка с пятью патронами. ПТРС было самозарядным, и пять выстрелов можно было произвести подряд. Из танка вырвались огненные языки пламени и повалил густой дым. Продвигаясь по траншее, Иван Лысенко часто менял позиции, затрудняя тем самым возможность вести по нему прицельный огонь. Выстрелами из ПТРС Лысенко подбил еще три вражеских танка, но и сам был ранен в руку. Понеся такие потери, противник был вынужден отступить. Единоборство Ивана Лысенко с немецкими танками позволило батальону удержать занятую часть села Кириковка и обеспечило успешную переправу подразделений полка через реку Ворскла. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, старшему сержанту Лысенко Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После лечения в госпитале Иван Тимофеевич вернулся в строй, но попал в другую часть. О присвоении высокого звания он тогда не узнал. Далее участвовал в боевых действиях на 4-м и 3-м украинских фронтах. Был командиром отделения 3-го гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии. Освобождал Украину, Молдавию, где снова отличился. В бою за село Толмаз Слободзеевского района 20 августа 1944 года, когда выбыл из строя командир взвода, гвардии старший сержант Лысенко принял на себя командование и продолжал преследовать отступающего противника. Когда на выгодном рубеже противник закрепился, Лысенко быстро и скрытно вывел взвод во фланг противнику с близкого расстояния с криком «Ура!» повел бойцов в атаку на врага. Противник в панике отступил, оставляя на поле боя убитых и раненых. За этот бой Лысенко был награжден Орденом Славы Третьей Степени, но и эта награда осталась невручной. В январе 1945 года гвардии старший сержант Лысенко оказался среди пропавших без вести. Тогда он исполнял обязанности командира взвода снабжения Третьего гвардейского стрелкового полка. Только через много лет после войны удалось установить события тех дней. И то не полностью. Достоверно не установить, какие события тех дней привели героя-гвардейца на скамью подсудимых. 24 апреля 1945 года военным трибуналом советских войск Будапештского гарнизона Лысенко был осужден по статьям 162.г. кража государственного имущества и 193-7.г. дезертирства Уголовного кодекса РСФСР к 10 годам лишения свободы. Был направлен в 206-ю отдельную штрафную роту 46-й армии, но участвовать в боях и смыть кровью свою вину ему не пришлось. Война закончилась. В июле 1945-го перед убытием роты в СССР дезертировал, остался жить у знакомой женщины в венгерском селе Илька-Майор. Имел намерение жениться и остаться жить в Венгрии, обратился с ходатайством о получении венгерского подданства. В то же время совершил несколько краж скота у местных жителей, который потом перепродавал. Был арестован. В октябре 1945 года тем же военным трибуналом был осужден по статье 58-1 пункт Б «Измена Родине» Уголовного кодекса РСФСР на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Был лишен только медали за боевые заслуги, о других наградах и присвоении звания героя трибуналу не было известно. Не знал о них и сам Лысенко. Отбывал он наказание в лагерях коми Пермятского автономного округа близ поселка Гайны. После освобождения из мест заключения проживал в поселке Керчевский Чердынского района Пермской области. Работал на Лесоповале. В 1969 году вышел на пенсию, но продолжал работать разнорабочим. В июле 1981 года переехал в Краснодарский край. Жил в райцентре поселке Щербиновский Краснодарского края. Только в конце 1983 года стало известно, что герой Советского Союза Иван Тимофеевич Лысенко жив. Когда его вызвали в военкомат в Краснодаре по поводу выяснения судьбы невручной высокой награды, произошла трагедия. Узнав о высокой награде, ветеран сильно разволновался и у него случился инсульт. А 20 января 1984 года Ивана Тимофеевича не стало. Его похоронили на кладбище поселка Щербиновский. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!